Спонсор программы Капли Акуметил. Покраснели глаза? Ощущение песка? Аллергия? Акуметил. Здоровье и сияние ваших глаз. Здравствуйте, с вами Сергей Кизоркин, и значит вы смотрите Самарские новости спорта. Пятиклассница Полина Котляева за мячом бегает, как только пришла в школу. В этом году ее команда «Планета номер 3» на районных соревнованиях «Лето с футбольным мячом» завоевала второе место. Кайф в том, чтобы заработать медали для некоторых, для некоторых, чтобы получить кубок за какое-то достижение. Для меня кайф просто поиграть в футбол. Квасно, что у меня брали интервью. Александр Царев футбол играет целый год в школьной команде, любит погонять мяч и с друзьями во дворе. В каждом матче забивает по одному-два мяча, как его кумир – аргентинец Леонель Месси, нападающий испанской Барселоны. Александр хочет быть похожим на него во всем. Я себя ощущаю, как взрослый футболист Леонель Месси. Он поднимает руки, целует их и наверх показывает. Отборочный этап соревнований «Лето с футбольным мячом» прошел и в промышленном районе Самары. Если в прошлом сезоне сыграло около полсотни команд, то в этом уже почти 70, и 9 из них женские. Подростки мечтают стать профессионалами, взрослые их в этом поддерживают. Но признаются, и в любительском спорте можно получать яркие эмоции. Мне было 16 лет, золотую медаль вручали. Тоже участвовал в турнире «Золотая шайба» в Дворце спорта. Такое вот. Я помню этот день и храню эту медаль. «Лето с футбольным мячом» из дворового турнира по принципу «бей-беги» постепенно превращается в любительский. Команды имеют постоянный состав, с футболистами работают профессиональные тренеры. «Лето с футбольным мячом» подарит нам новые звездочки. И лет через 5-8 мы будем видеть в сборной России игроков, которые будут биться за победу, будут выигрывать. И будут именно истинные мастера. Чемпионов промышленного района турнира «Лето с футбольным мячом» ждет городской финал. А если повезет, то и матчи за место на пьедестале почета областных соревнований. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.